Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу вам о том, как создавалась работа венецы. Для переноса изображения мне потребовались нитки, скотч, карандаш, рулетка, линейка. Для создания фактуры я использую декоративную штукатурку на основе целлюлозы, мастихины, стек, грунтовку, шкурку и патину для выявления фактуры, а также кисточки и губки. На первом этапе я переношу изображение на подготовленную стену. Стена предварительно отшпаклевана, рисунок переносится карандашом, затем грунтуется, чтобы не оставалось мелких частичек пыли. Затем работаю над небом, закрываю большие плоскости и уже потом приступаю к выполнению архитектурных элементов. Ведется работа от глубоких частей изображения, то есть от дальних, к более выступающим. То есть так как изображение у меня будет выполняться не очень высокая относительно стены, будет создаваться всего лишь небольшой объем, небольшая фактура. Так как в дальнейшем я буду использовать патину для выявления фактуры, то здесь мне по большому счету объем высокий не нужен, так как сам рисунок будет читаться именно за счет цвета и за патины. При помощи мастихина и стеков я создаю нужную мне фактуру. Работа ведется небольшими фрагментами. Материал позволяет работать достаточно долго, сохнет не быстро, очень пластичный и удобный в работе. В подобных изображениях важно обратить внимание именно на создание интересных фактур уже сразу на первом этапе работы, потому что рисунок формируется всего лишь в один слой. Закладывается кирпичная кладка, рисуются различные завитушки, окна, вертикали, горизонтали, архитектура. То есть все нужно заранее продумать и создавать интересные разные фактуры. Именно за счет разницы фактуры изображение будет необычным и его будет интересно разглядывать. Для формирования рисунка удобно использовать различные мастихины. Мой любимый именно вот этот, который вы видите на экране, он очень удобен в работе, небольшой и им удобно формировать самые разные элементы. Не забывайте также, что для того, чтобы фактуры читались хорошо, можно совмещать гладкие и также фактуры с различными мелкими рисунками. То есть соседствуя рядом друг с другом, они будут друг друга подчеркивать. Поэтому в этой работе я стремилась использовать именно самые разные фактуры. Крупную кладку кирпичную, мелкую, просто какие-то фактурные элементы, различные цветы или, скажем так, узоры, напоминающие цветы на окнах и также самые разные занавески на шторах. В дальнейшем уже при помощи патины можно будет выявлять эти фактуры и изображение станет у нас более таким живописным. То есть сразу смотрите за тем, как у вас ложится материал, где-то может быть его сразу можно будет. Штукатурка на основе целлюлозы достаточно хорошо держит высоту и также она в дальнейшем очень приятная на ощупь. После того, как мы ошкурим, уберем заусенки и приступим уже к дальнейшим этапам работы. После формирования фактуры мы получаем низкорельефное изображение белого цвета. Затем приступаем к ошкуриванию и устранению заусенок. То есть шкурка берется со средним зерном. Здесь уже смотрите по ощущениям, какую лучше вам выбрать с учетом того, какую именно штукатурку вы используете. И уже на следующем этапе, это пятый этап выполнения работы, я поступаю к патинированию. Для патины я использую четыре основных оттенка. На этом видео я использую основной тон, которым патинирую сначала большие темные массы. Так же как и в любом живописном изображении, я начинаю от более темных фрагментов изображения и уже потом работаю над светлым. Светлая часть у меня это небо. В дальнейшем после того, как я использовала первый цвет патины, я начинаю его усложнять, добавляю оттенки, где-то усиливаю. При помощи кубки наношу его аккуратно на стену. Всегда помните, что патина это очень нежный материал, который при интенсивном трении стирается с поверхности. Такие его свойства. Поэтому наносить патину в несколько слоев требуется очень аккуратно. Моя работа выполняется в технике гризали. Используются близкие, родственные оттенки. Поэтому здесь особенно важно обращать внимание на то, как использование идет светлых и темных оттенков. Подобно графике, то, что мы хотим выделить, приблизить к нам, мы оставляем светлым. То, что нам нужно увести в глубину, мы затемняем. То есть, таким образом, при помощи патины я выявляю не только фактуру, но и создаю сам рисунок, учитывая светотеневую моделировку всего изображения. Поэтому нужно использовать эскиз для того, чтобы не ошибиться и чтобы было легче выполнять работу. Ну и в процессе работы, опять же, почаще отходить подальше от стены и смотреть, как композиция получается в целом. В дальнейшем, при помощи губки, естественно, более усиленным трением, можно снять патину с выступающих частей, с тех мест, которые нам нужно особенно хорошо подчеркнуть. Патина удаляется достаточно легко, ну где-то с небольшим нажимом. Губку лучше использовать небольшую, так удобнее работать именно с маленькими фрагментами. Для покрытия больших плоскостей, конечно, лучше использовать большую губку. Затем, используя мягкую беличью кисть, можно дополнительно проработать фрагменты туда, где сложнее залезть губкой, либо нужно уже что-то дополнительно подчеркнуть. Поэтому, ну, кисточка это более оптимальный вариант, но обязательно нужно брать кисточку мягкую, для того чтобы она, опять же, не стерла верхний слой патины. И уже при помощи кисти усиливаем темные места. И на последнем этапе происходит уже закрепление работы интерьерным акриловым лаком. В результате у меня получилась вот такая работа. На моем канале вы также можете увидеть отзыв об этой работе и дополнительные ролики по созданию различных фрагментов, эффектов и разные полезные видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал, смотрите новые интересные видео, задавайте вопросы и обязательно вам отвечу. Спасибо за внимание и до встречи в новых видео. С вами была Наталья Боброва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok